Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа в студии Екатерина Дубровина. И в начале коротко о главном в этом выпуске. В Пушкинском приступили к ямочному ремонту. Помощь животным в приют Бубости передали корм и коврики ручной работы для собак и кошек. Приказано обезвредить. Сотрудники вневедомственной охраны провели тактика специальное занятие. Об этих и других событиях в информационной программе новости Большого округа. В Пушкинском приступили к выявлению и оцифровке ям. Жители округа могут сообщить о проблемах с асфальтом на портал Добродел. С наступлением плюсовой температуры коммунальные службы округа приступили к ямочному ремонту. Несмотря на то, что весна только началась, в Пушкинском уже ликвидировали 723 дефекта асфальтового полотна, написал в своем телеграм-канале глава муниципалитета Максим Красноцветов. Напомним, в 2024 году в регионе планируют провести ремонт более тысячи дорог. Наибольший объем работ выполнят в городском округе Пушкинский. И еще о ремонте ЖКХ. В Пушкинском стартует новый сезон форумов «Управдом», на которых жители получают ответы на вопросы, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства. Тема газовой безопасности стала ключевой на первом форуме «Управдом» в этом году. У жителей Вантеевки было много вопросов к присутствующим представителям администрации, управляющих компаний и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территории Московской области. Особенно собственников интересовало, как происходит уведомление жителей о приходе специалистов газовой службы для проверки оборудования. «Пришли без уведомления, без предупреждения. Пришли 12 февраля. То есть пришел слесарь, газовик, шел в подъезд, наклеил это объявление и пошел по квартирам. Жители вообще были не в курсе». По словам представителя компании «Мособлгаз» Алексея Рогашкова, на самом деле оповещения жителей производятся в установленный правилами срок. При этом проводится обязательная видеофиксация в день расклейки. Но из-за того, что объявления о приходе газовых специалистов развешивают заранее, очень часто их просто срывают. «Остановлюсь на этом вопросе. Поскольку мы с ним уже сталкивались по весь сервис газу, однако у них как бы существует в том числе и видеосъемка, когда расклеиваются объявления, но, к сожалению, это, наверное, к управляющей компании, вопрос к дворникам. Наклеиваются они на дверь, чтобы все его видели. Но вечером наклеили, утром его нет». Еще одним важным вопросом, поднятым на встрече, было то, как отличить настоящего газовщика от мошенника. Поэтому стоит помнить, что специалисты МОЗ «Облгаза» совершают обходы в фирменной сезонной одежде с логотипом предприятия, имеют при себе удостоверение сотрудника, который предъявляет по первому требованию абонента. Удостоверение – документ синего цвета, в котором указаны фамилия, имя, отчество и занимаемая должность, а также стоит подпись директора филиала предприятия. Помимо этого, на личную карточку сотрудника нанесен специальный QR-код, благодаря которому можно увидеть подробную информацию о специалисте. На руках в данный момент будет первое – акт ГГУ, в котором указаны рекомендации. Раз. Второе – у человека на руках будет акт по замене данного оборудования, которому рекомендовалось. Какой слесарь у вас еще придет и еще раз укажет на замененное оборудование. Напомним, с 1 января 2024 года техобслуживанием газового оборудования в квартирах и домах жителей в регионе занимается одна компания – Мособлгазсервис. Камила Клиновская, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа. Около 200 собак и порядка сотни кошек сейчас живут в приюте Бубасти. Для их содержания созданы все условия. Однако приют нуждается в определенной помощи. В какой именно – расскажем в сюжете. В гости к приюту Бубасти приехали председатель Совета депутатов округа Пушкинский Артем Садуло, уполномоченный главу округа Нина Ушакова и руководитель творческих многодетных семей округа Екатерина Неженцева. Они привезли корм, все необходимое для ухода за животными, а также коврики, которые ранее связали вместе с многодетными пушкинские волонтеры культуры. Собачкам кошечкам, как-то сами решили. Любая шкафа приедет. Приют Бубасти существует с 2015 года. Сейчас здесь живет около 200 собак и порядка 100 кошек. Созданы все условия для их содержания – отдельные вольеры, будки. Единственное – всегда не хватает рабочих рук, дел много постоянно. Например, нужно починить вольеры, собаки грызут сетку и доски. Кроме того, много времени и сил отнимает и уборка. Если вы хотите поддержать животных, приезжайте, помогите по хозяйству. Еще есть потребность в мини-тракторе. Поэтому, если вы хотите как-то помочь приюту, обращайтесь к Нине Талалаевой. Ее номер указан на экране. Евгения Коломеец, Владимир Парфенов, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Отработку действий при нестандартных и экстремальных ситуациях провели в 10-й школе сотрудники Росгвардии. Легенда – в двери ломится вооруженный преступник. Подробности далее. В дверь школы ломится неизвестный. Судя по всему, настрой у него агрессивный. Мужчина явно замышляет недоброе. Однако охранник не бросается в бой, а следует по инструкции и нажимает тревожную кнопку. На территории посторонний человек, предположительно, с ножом в руке в нетрезвом состоянии. Дверь заблокирована. Такую легенду отрепетировали росгвардейцы на территории 10-й гимназии города Пушкина. Они провели тактико-специальные учения. Мероприятие посвящено Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Они проходят у нас систематически для того, чтобы наши сотрудники отрабатывают навыки нестандартных в ситуациях, где-то в экстремальных, чтобы умели принимать правильные решения и выходить с победой. Практически от тревога охранника, чтобы он знал, какие действия в случае, не знаю, ситуации, например, задержания, что-то еще. Да, вот он умел себя проявить тоже. Потому что на нем как безопасные дети, в первую очередь. Очередную плановую отработку действия оценили на 5 баллов. Преступник был молниеносно задержан. Ошибок сотрудники в неведомке не совершили. Также хотел бы в преддверии праздника поздравить у нас ветеранов, всех потом сотрудников, всех членов семей. Вот у нас Днем Росгвардии, который у нас будет 27 числа. И пожелать крепкого здоровья и мирного неба над головой. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Всегда на страже. Сегодня, 27 марта, отмечают День войск Нацгвардии Российской Федерации. Его установили в 1996 году. Но до 2017-го у торжества было другое имя. День внутренних войск МВД России. Празднует сегодня и знаменитая в округе Софринская бригада. 213 лет войска Национальной Гвардии Российской Федерации надежно стоят на страже интересов безопасности страны и народа. Их девиз – всегда на страже. Прообраз современной Росгвардии, воинские батальоны внутренней стражи, сформированные императором Александром I в 1811 году. Однако отмечать праздник бойцы начали только с 2017 года. 21-й орден Жукова бригада оперативного назначения достойно продолжает традиции своих предшественников. Регулярные выезды в горячие точки, защита гражданского населения во время массовых мероприятий и выполнение сложнейших задач – это то, с чем ежедневно сталкиваются военнослужащие. Боевой путь бригады пролег через Баку и Тбилиси, Фергану и Дышанбе, Нахичевань и Вильнюс, Нагорный Карабах и Ингушетию, Дагестан и Чечню. С первых дней специальной военной операции военнослужащие части проявляют высокую бдительность, смелость и мастерство в зоне боевых действий. Командир бригады Сергей Харутдинов является Героем Российской Федерации, награжден особым знаком отличия «Золотая звезда», орденами мужества и дуслык и медалью за отвагу. А теперь о погоде. В четверг, 28 марта, днем ожидается переменная облачность, температура поднимется до плюс 10, ночью – плюс 4. Атмосферное давление 748 мм ртутного столба, влажность воздуха 50%, ветер южный – до 3 м в секунду. А я напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и на Дзене. Также регулярно обновляется и наш телеграм-канал «Новости Большого округа». И на этом у меня все на сегодня. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok